Здравствуйте, дорогие товарищи слушатели-марксисты! Сегодня мы хотим продолжить занятие, но прежде чем продолжить занятие, я хочу вам сказать, что именно сегодня, 4 числа, исполнилось 105 лет со дня создания третьего интернационала, то есть на первом конгрессе именно 4 марта было принято решение о создании этого третьего интернационала, то есть с праздником. Ну и мы сегодня продолжим изучение работы Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь для весны в коммунизме». Мы рассмотрели на прошлом занятии первые 5 глав, сегодня предлагается вашему вниманию глава 6, которую Владимир Ильич назвал «Следует ли революционерам работать в реакционных профсоюзах?» И начинает он эту главу с такой мысли, что на предыдущей главе, которую он назвал «Вожди партии, классы и массы», он говорит в продолжении этой мысли, что соотношение вождей партии, класса, масс, а вместе с тем отношение диктатуры пролетариата и его партии к профсоюзам представляется у нас теперь конкретно в следующем виде. Диктатуру осуществляет организованный в советы пролетариат, которым руководит коммунистическая партия большевиков. И вот прежде чем перейти к этой мысли, что следует ли работать в реакционных профсоюзах, Владимир Ильич решил поделиться опытом работы Российской коммунистической партии вот именно в этом направлении. И далее он говорит «Партия непосредственно опирается в своей работе на профессиональные союзы, которые насчитывают теперь, по данным последнего съезда, свыше 4 миллионов членов». Это в России, конечно, имеет в виду. Будучи все они формально беспартийными. Фактически все руководящие учреждения громадного большинства союзов и в первую голову, конечно, общепрофессионального Всероссийского центра ВСФПС состоят из коммунистов и проводят все директивы партии. Получается, в общем и целом, формально некоммунистический, гибкий и сравнительно широкий, весьма могучий пролетарский аппарат, посредством которого партия связана тесно с классом и с массой, и посредством которого при руководстве партии осуществляется диктатура класса. «Управлять страной и осуществлять диктатуру без теснейшей связи с профсоюзами, без горячей поддержки их, без самоотверженнейшей работы их не только в хозяйственном, но и в военном строительстве мы, разумеется, не смогли бы». Вот так оценивает состояние работы РКП с профсоюзом. И далее он говорит, понятно, что эта теснейшая связь на практике означает очень сложную и разнообразную работу пропаганды, агитации, своевременных и частых совещаний не только с руководящими, но и вообще влиятельными деятелями профсоюза. Решительной борьбы с меньшевиками, которые до сих пор имеют известное, хотя и совсем небольшое число приверженцев, которых и учат всевозможным контрреволюционным проделкам, начиная от идейной защиты буржуазной демократии, от проповеди независимости профсоюзов, то есть независимость от пролетарской государственной власти, до саботажа пролетарской дисциплины. Вот такую работу приходится возглавлять РКП при работе с профсоюзами. Далее. Затем, говорит Владимир Ильич, разумеется, вся работа партии идет через советы, которые объединяют трудящиеся массы без различия профессий. Ну и, соответственно, конечно, не только профсоюзы. Уездные съезды советов являются таким демократическим учреждением, которого еще не видывали самые лучшие из демократических республик буржуазного мира. И через эти съезды, а равно и через постоянные командировки сознательных рабочих на всякие должности в деревне, осуществляется руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству. Осуществляется диктатура пролетариата, систематическая борьба с богатым, буржуазным, эксплуататорским и спекулирующим крестьянством. Потому что богатых, спекулирующих к 20-му году было еще очень много, то есть большое кулачество успело расплодиться после отмены крепостного права, после 1860-го года. Поэтому работа с крестьянами, с крестьянством очень сложная была уже в это время. Капитализм неизбежно оставляет в наследство социализму, с одной стороны, старые, веками сложившиеся, профессиональные и ремесленные различия между рабочими. С другой стороны, профсоюзы, которые лишь очень медленно, годами и годами могут развиваться и будут развиваться в более широкие, менее цеховые производственные союзы, и затем через эти производственные союзы переходить к уничтожению, разделению труда между людьми, к воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей. Людей, которые умеют все делать. К этому коммунизм идет, должен идти и придет, но только через долгий ряд лет. Говорит об этом, о развитии трудящихся Владимира Ильича Денина. Так он предвосхищает события. Далее. Он говорит, мы можем и должны начать строить социализм не из фантастического и не специально нами созданного человеческого материала, а из того, который нам оставлен в наследство капитализмом. Это очень трудно, слов нет, но всякий иной подход к задаче так несерьезен, что о нем не стоит и говорить. Профсоюзы были гигантским прогрессом рабочего класса в начале развития капитализма, как переход от распыленности и беспомощности рабочих к начаткам классового объединения. Профсоюзы это начатки классового объединения с возникновения рабочего класса. Когда стала вырастать высшая форма классового объединения пролетариев, революционная партия пролетариата, тогда профсоюзы стали неминуемо обнаруживать некоторые реакционные черты, некоторую цеховую узость, некоторую склонность к ополитицизму, некоторую косность. Но иначе, как через профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса, нигде в мире развитие пролетариата не шло и идти не могло. Говорит Ленин. Завоевание политической власти пролетариатам есть гигантский шаг вперед пролетариата, как класса. И партии приходится еще более и по-новому, а не только по-старому, воспитывать профсоюзы, руководить им вместе с тем, однако не забывая, что они остаются и долго останутся необходимой школой коммунизма и подготовительной школой для осуществления пролетариями их диктатуры, необходимым объединением рабочих для постепенного перехода в руки рабочего класса, а не отдельных профессий, и затем всех трудящихся управления всем хозяйством страны. То есть через профсоюзы, идя к коммунизму, должен пролетариат прийти к управлению всем хозяйством страны. Далее, Владимир Ильич говорит, некоторая реакционность профсоюзов в указанном смысле неизбежна при диктатуре пролетариата. Непонимание этого есть полное непонимание основных условий перехода от капитализма к социализму. Бояться этой реакционности, пытаться обойтись без нее, перепрыгнуть через нее есть величайшая глупость, ибо это значит бояться той роли пролетарского авангарда, которая состоит в обучении, просвещении, воспитании, в облечении в новую жизнь наиболее отсталых слоев и масс рабочего класса и крестьянства. Искусство политика и правильное понимание коммунистами своих задач в том и состоит, чтобы верно учесть условия и момент, когда авангард пролетариата может успешно взять власть, когда он сумеет при этом и после этого получить достаточную поддержку достаточно широких слоев рабочего класса и непролетарских трудящихся масс, когда он сумеет после этого поддерживать, укреплять, расширять свое господство, воспитывая, обучая, привлекая все более и более широкие массы трудящихся. вот что Владимир Ильич хотел сказать в плане того, что он решил, хотел поделиться опытом работы с делегатами второго конгресса Коминтерна. И далее он продолжает. Не работать внутри реакционных профсоюзов, это вот уже теперь переходит к мысли о том, работать ли в реакционных профсоюзах. Так вот он говорит, не работать внутри реакционных профсоюзов, это значит оставить недостаточно развитые или отсталые рабочие массы под влиянием реакционных вождей, агентов буржуазии, рабочих аристократов или обуржуазившихся рабочих. Как раз нелепая теория неучастия коммунистов в реакционных профсоюзах показывает наиболее наглядно, как легкомысленно эти левые коммунисты относятся к вопросу о влиянии на массы, как злоупотребляют они своими выкриками насчет массы, чтобы уметь помочь массе и завоевать симпатии, сочувствия, поддержку массы не надо бояться трудностей, говорит Ленин. Надо уметь приносить всякие жертвы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандировать и агитировать как раз в тех учреждениях, в обществах, в союзах, хотя бы самых, что ни на есть, реакционных, где только есть пролетарская или полупролетарская масса. То есть там, где в каких союзах, организациях есть пролетарская или полупролетарская масса, коммунисты должны работать по мере силы. Вот такую мысль проводит Владимир Ильич. И далее говорит, а про союзы, это именно такие организации, где есть масса. Далее, он говорит, что вся задача коммунистов уметь убедить отсталых, уметь работать среди них, а не отгораживаться от них выдуманными ребячески левыми лозунгами. Нет сомнения, господа вожди оппортунизма прибегнут ко всяческим проделкам буржуазной дипломатии, к помощи буржуазных правительств, попов, полиции, судов, чтобы не допустить коммунистов в профсоюзы, всячески вытеснить их оттуда, сделать им работу внутри профсоюзов возможно более неприятной, оскорблять, травить, преследовать их. Надо уметь противостоять всему этому, пойти на все и всякие жертвы, даже в случае надобности пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчание, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, ввести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу. Вот так Владимир Ильич оценивает необходимость работы в реакционных профсоюзах. Ну и в заключение этой главы Владимир Ильич говорит, исполком третьего интернационала должен, на мой личный взгляд, прямо осудить и предложить следующему съезду коммунистического интернационала осудить как вообще политику неучастия в реакционных профсоюзах с подробной мотивировкой неразумности такого неучастия и крайней вредности ему для дела пролетарской революции. Так и в частности линию поведения некоторых членов, которые все равно прямо или косвенно открыто или прикрыто целиком или отчасти эту неправильную политику поддерживали. Третий интернационал должен порвать с тактикой второго и больных вопросов не обходить, не задушевывать, а ставить их ребром. Вот что хотел сказать Владимир Владимирович в этой главе «Работать ли следует работать в реакционных профсоюзах?» Вот это именно часть этой главы наиболее такую для нас современников необходимую. Я до вас попытался довести, пожалуйста, какие возникли при этом вопросы, может что-то надо уточнить? Пожалуйста. Я бы, наверное, сначала согласился, а потом и поспорил. Вот так. Да. В этом плане, да, профсоюз это прекрасная школа партийной деятельности, ибо когда партии нету, а есть профсоюз, может учиться, собственно, руководству людьми, прежде всего, через профсоюз. Как правило, иногда проводить собрание, писать протоколы, как взаимоотношения с людьми выстраивать, как структуру разделять там. То есть, чисто те организационные вопросы, которые, ну, недели больше особо не научишься. случаи, когда нету партийного собрания, где можно выступить. Опять же, убеждать людей, чем мы на крошке занимаемся, да, учимся убеждать людей своей точки зрения и отстаивать, те политические моменты, которые нам кажутся верными. Собственно, все это можно делать в профсоюзе. И как раз для людей не причастны, пытаться объяснить и добиться именно тех вещей, которые нужны рабочему классу. Конечно. в этом плане у Владимира Ильича прав, такой опыт, кроме как профсоюзов, больше особо получить не надо. Но есть фарксистские кружки, но их мало, не маленькие, крошечные, а, извините, когда 5, там пару тысяч человек, там у него профсоюз, это совсем другое дело. Ну, да. Там масштабы совсем другое. Это в плане того, что я бы согласился с Владимиром Ильичем, с другой стороны, с вторая часть, я бы не согласился. Вообще, этот вопрос уже обсуждается много лет насчет того, стоит ли так сказать, коммунистам ходить в желтые профсоюзы, состоять в реакционных профсоюзах. Да больше у вас Владимир Ильич этот вопрос еще тогда обсуждался, вопрос такой, набивший оскольным. А я бы на него, наверное, попробовал посмотреть с точки зрения диалектики. Все течет, все меняется. То, что Владимир Ильич описывает в данной работе, тут скорее не то, что профсоюзы менялись, или коммунисты, которые с ними не работали, поменялись. Тут скорее ситуация в стране поменялась, экономическая, политическая и все остальное, что за этим следует. Соответственно, с изменением экономической ситуации поменялись и профсоюзы. В какой-то мере, да, вот я могу по своему профсоюзу сказать, у вас там на предприятии тоже есть профсоюз. Изначально, вначале, там профсоюзные деятели, это был реакционный профсоюз, жёлтый профсоюз. Они активно действительно там все какие-то подвижки рабочего класса тушили, вели за собой в неправильном направлении людей и тому подобное. Но с изменением постепенной экономической ситуации и ухудшения, а собственно старые лидеры остались, идут все туда же, а люди рабочие и члены профсоюза их уже не слушают. Даже более того, у нас уже при когда-то стопроцентном составе всех работников в союзе сейчас, по-моему, уже даже половины нет. То есть, народ голосует ногами с такого союза. То есть, может быть, дирекционные лидеры, ну, точнее, не можно, они точно остались, они точно есть, но массы они где-то за собой еще не ведут. и то, что эта организация существует, она существует так, вилы не по воде. То есть, если продолжить процесс развиваться в том же направлении, скоро большинство выдастся из профсоюза, просто создадут свой профсоюз, и как раз он будет уже не лидер, он не желтый, и, соответственно, тогда туда и надо идти людям, которые причисляют себя коммунистом и пытаться строить на базе профсоюзов Совет. к тому моменту, когда это случится, было бы неплохо, чтобы те люди, которые пойдут в этот профсоюз, умели с такими профсоюзами работать, проводить собрания, как убеждать людей в своих правах и все, и все, и все. Соответственно, возвращаемся в начало. Да, конечно, профсоюзы желтые надо идти, даже когда революционной ситуации еще нету, но туда нужно идти не в надежде что-то исправить или провести за собой рабочий класс, или там в надежде на то, что вы там сейчас создадите советы, туда надо идти только за тем, чтобы учиться работать с людьми и учиться заниматься бюрократией. Опять же, как говорил Владимир Ильич, бюрократию можно победить только тем, что каждый станет бюрократией. Значит, я бы сказал, не только учиться коммунизм, а надо еще заниматься тем, чтобы довести до сознания рабочих и других трудящихся профсоюзов о их роли и месте в экономике государственной и о их интересах, почему их интересы отличаются от интересов собственников и так далее. То есть, вносить в несознательную массу, как говорил Владимир Ильич, сознание, именно классовое сознание вносить, чтобы они осознавали свое положение в обществе. Вот еще к чему надо стремиться, не только учиться. Нет, классовое сознание можно вносить, без экономических предпосылок это будет бесполезно. Что значит без экономических предпосылок? Мы же материалисты, если бы не созрели все экономические условия, то ты понимаешь под классовым сознанием. Это же не значит, что он должен тут же взять в руки винтовку и идти свергать существующую власть. Нет, прежде всего он должен осознать свое положение в этом обществе и как зависит общество вообще государство от той роли, которую выполняет рабочий класс. Вот к чему первоначально нужно стремиться. Ну естественно ты правильно говоришь, что если желтые профсоюзы не смогут отстаивать интересы рабочего класса, то надо создавать рабочие профсоюзы без этих представителей собственников, без представителей собственников. Но это задача видишь непростая, их пока таких профсоюзов очень мало, хотя конечно есть уже в стране такие профсоюзы, где нет представителей собственников, а только именно представителей трудящихся, такие уже есть. Погодите, погодите, тогда давайте разберемся. таких профсоюзов мало, вы считаете, из-за того, что экономическая ситуация не застрела? Нет, нет, не только экономическая, и политическая тоже. Да, конечно, а как же? А как же? Это идеализм, если мы будем думать, что если мы сейчас всем пойдем все расскажем, все правду, все знания пойдут, так это не работает. Нет, 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 нет. Надо сначала, чтобы созрели материи. Конечно, да, все взаимосвязано, а как же? И материальные условия, и моральное состояние, много факторов, от которых зависит сознание трудящихся, естественно, очень много факторов. Существование, это когда есть основание и условия. Да, вот правильно. Вот у нас, по-моему, условия начинают потихоньку складываться. Да. И надо успеть пойти и научиться профсоюзной борьбе до того, как и учиться, да, естественно, надо. И придется это дело проходить на собственном счете. У нас на канале, кстати, есть разбор фильма советского детства у Максима, «Юность Максима» был такой фильм. «Юность Максима», да. Я уже забыл, потому что «Юность Максима» точно. «Возвращение Максима». Это очень старый, еще 50-х годов фильм. Да, да, да. Это очень хороший фильм. Там как раз показано, как Максим стал казначеем. Почему его совет выдвинул... Я еще помню в детстве, а потом им куда-то они так постепенно эти фильмы... А их показывали. ...вымылись, да. Да, пристали, не показывали. А после уже, после 50-х годов, где-то пришло, все они куда-то исчезли. Вот у нас есть как раз разбор, и там моменты тут подсвечены и показывают. Собственно, Максим был казначеем в профсоюзе. И когда ты научишься там 2000 членов профсоюза собирать профсоюзные взносы, учитывать их, хоронить, и все остальное прочее, после этого ты можешь пойти и быть уже полноценным министром финансов. А когда ты даже не умеешь этого сделать, какие угодно книжки не читай, а министром финансов ты не сможешь. Конечно, конечно. Министром финансов мы прекрасно видим, что кроме книжек он ничего никогда в этой области не делал. Конечно, да. А научился он, прежде всего, в военном профсоюзе. То есть, школа профсоюза... То есть, профсоюз это школа для коммунистов. Не только для коммунистов, но и для воспитания социалистического сознания у трудящейся массы у рабочего класса. Это тоже очень важный момент. Очень важный момент. Сколько у нас еще осталось в главах? А, ну еще где-то 3-4 занятия. 3-4 занятия. Так. Раз. В чате у нас вопросов нету. Если вопрос больше, мы будем задавать. Да, еще 3 занятия могу провести по этой работе. Что, заканчиваем? Следующее занятие. Я предлагаю участвовать ли в буржуазных парламентах. Вот следующая глава называется. Вот так Владимир Учетов. Седьмая глава. Поэтому я предлагаю ее рассмотреть на следующем занятии. Отлично, вообще отлично. Так, товарищи слушатели, присоединяйтесь, не пропустите такую интересную тему. Еще и... Участвовать ли в буржуазных парламентах, да. Ага, мы все тут завершаем.